денис приветствую тебя привет наша традиционная встреча с тобой обсуждаем рынке сейчас действительно как с тобой немного кулуарно обсудили сейчас очень интересно следить за ними потому что помимо нашей традиционной извечной темы оценки перспектив доллара с учетом того что происходит в американской монетарной политики сейчас еще и геополитика жаркая тема именно последние события ливан израиль иран все это заставляет рынке бурлить и сохраняет вот эту напряженность нервозность на них и может быть даже отчасти по отдельным инструментам уж точно провоцирует волатильность так с учетом того что на этой неделе у нас на фарма еще я предлагаю сегодня по старой доброй традиции проанализируется доллар индекс американской валюты можем смотреть на как антагонисты долларов в этом плане европейскую валюту также денис будет неплохо тоже затронуть тему золото если у тебя есть тоже рекомендации с учетом технического анализа будет неплохо посмотреть что видишь там ты по возможностям ну и пару слов про рынок нефти буквально вот на этих четырех инструментах если не против я предлагаю сегодня становиться я думаю что это более чем достаточно чтобы определить общее состояние рынка так ну давай тогда с меня начнем секундочку индекс доллара 100 . 97 но чуть округлим скажем что 101 пункт восстановление локальная коррекция которая началась активно в начале этой недели она была часть еще основана на и обусловлена риторика джерому паула на ежегодном экономическом форуме в нэшвилле где он позволил себе чуть-чуть прокомментировать будущее действия регулятора за которым отвечает все особенно продавцы ждали конечно же намеку на то что фреск будет снижать подсветную ставку также агрессивно как он это сделал в ходе прошлого заседания сократит ее еще на 50 байс на пункт но пау сказал что возможно темпы теперь будут более осторожны хотя заключительный аккорд плане заявления от него что все по-прежнему зависит от фундаментальной статистики от состояния американского рынка труда и кстати говоря на этой неделе было очень много комментариев чиновников фрс которые повторяют эту риторику о том что решение прошлое федрезерва снизить ставку на 50 байс на пункт был абсолютно обоснованно правильно поступил фрс что принял его но сейчас уже нужно внимательно следить за рынком труда который подает признаки охлаждения вот сегодня у нас репетиция своего рода перед нонфармами отчеты дипи тоже посмотреть на рыночные ожидания но так себе в целом по статистике приростом составить всего лишь 120 тысяч рабочих мест это лучше чем два месяца назад но все равно это смешной показатель для американской экономики если нонфарма будут такими же на пятницу 120 может быть чуть больше 1000 обычных мест это прямо будет совсем плохо и тогда конечно же на рынок с ближней силы вернутся спекуляции на тему того что если такие проблемы на рынке труда значит могут быть проблемы в целом американской экономики ее нужно спасать ее нужно стимулировать через более активное снижение процентной ставки я предлагаю сейчас с учетом того что мы готовимся к данным по нонфарм пэрлс с учетом того что мы не увидели какого-то взрывного роста доллара и золота стать из-за событий на ближнем востоке допустить то что этот новостной фон прямо не будет там супер определяющий динамики активов и может быть ношение доллара сейчас будет уместно сфокусироваться на старом добром фундаментальном фоне который касается оценки действий федрезерва то есть нужно подождать отчетный он фарм пэрлс нужно уже принять какую-то для себя позицию занять сторону покупателей либо продавцов но я не отказываюсь от своих прежних аргументов почти уверен то что очередной отчет нас разочарует и соответственно выкуп доллара который вот сейчас уже позволил индекс американской валюты восстановиться до уровня 101 но может быть доллар могут подтащить еще чуть повыше там к отметке 101 30 но потом скорее всего инициатива придет продавцам и я буду уже ждать закрепление этого инструмента ниже 100 пунктов так что касается европейская валюта 1 1065 текущие котировки повторное тестирование сопротивления многомесячного максимум 112 снова не увенчалась успехом и увенчала успехом если бы не локальное восстановление американского доллара то есть сейчас по евро я бы рекомендовал между индексом и доллара точнее и пара евро доллара выбрать все-таки какой-то один инструмент потому что то что будет дальше происходить с евро будет напрямую зависит от того как доллар переживет предстоящую пятницу и публикации данных по нон-фарм перс и может быть на следующей неделе уже можно вернуться к оценке будущих движений евро и поговорить с учетом тому же предстоящего спорного очередного заседания европейского центрального банка что касается золота 2653 доллара за трость функцию динамика очень смешанная в рамках этой недели мы в понедельник видели распродажи потом вчера на эскалации геополитической напряженности снова золото выкупили потом опять же локально с азиатской сессии сегодня было снижение сейчас вот последняя четырехчасовая свеча 5 покупки и я почти уверен то что вот это будет продолжаться ровно до выхода данных по нон-фарм перс поэтому чтобы не попасть вот в эту вот пилу по торговку довольно размашеском коридоре лучше уже сейчас сохранить статус-кво и действовать уже после того как выйдут данные по нон-фарм перс но кому интересно на долгосрока мнение по золоту и я считаю то что золото как бы вошло вот такой цикл супер цикл возможно для себя долгосрочного роста и события на ближнем востоке неизбежное дальнейшее смягчение американской монетарной политики снижение доходности трежеристом указательные тиф выборы в сша это все новостной фонд который будет поддерживать интерес к рынку для ценных металлов поэтому так отмечу может быть кто-то тоже видел прогноз сакса банк о том что золото завершит первое полугодие следующего года в районе трех тысяч долларов за трость кумусу это круто конечно же почти даже не почти а чуть больше десяти процентов с текущих значений роста но такой фонд как сейчас как минимум способствует сохранению восстановительной бычьей динамики так и что касается рынка нефти 75 долларов за баррель сейчас очень интересная ситуация связана с тем что да понятен рост из-за эскалации геополитической напряженности но хочу отметить данные сантимента которые по бренду да будет сейчас указывать на то что толпа находится не в коротких позициях а именно в длинных позициях ожидая логичной отработки движения этого актива с учетом новостного фона и по этой причине я почти наверняка уверен то что текущая отметка 75 долларов за баррель это вероятно даже максимум который можно было показать нефти с учетом того фона который сложился вчера с акцентом на ближний восток и на этом рынке может очень быстро начаться на коррекция я допускаю что даже уже до конца этой недели поэтому я бы сейчас рекомендовал присматриваться коротких позициям и ожидать все возвращение бренда частности за которым я слежу который комментирую снова в районе 70 долларов за баррель так денис слова тебе артем включи возможность демонстрации экрана уже готова так отличненько уже видно и так значит да и что сказать по поводу индекса доллара значит здесь нужно обратить во первых внимание на достаточно сильную на торговку вот в этом диапазоне который сейчас показываю то есть это весь округлить в район 125 170 в этом диапазоне то есть накапливали уже неоднократно то есть раз вы нас был вниз второй раз третий раз и все равно откупили мир при при этом когда сделали откуп здесь полное перекрытие сегмента при таком раскладе как правило в дальнейшем формируется снова такие откат к области накопления то есть здесь как раз у нас очень красиво кстати говоря сформирована зона покупателей 140 165 и отсюда затем также продолжение для дальнейшего роста в целом я думаю что мы будем достаточно долго и нудно расторговывать весь вот этот большой широкий диапазон то есть откуда отскакивали здесь вполне понятно то есть уровень который его долго пилили то есть цена где-то в две недели к нему подходила ударялась постоянно то выше то ниже в общем пилили пилили в итоге все равно немножко отскочили вверх как правило с таких диапазонов делают как хотя бы коррекционные отскоки а потом уже идут добивать то есть если брать например на средний долго срок то есть перспективы там хотя бы до конца года то я ожидаю конечно 99 20 дальнейшее снижение но если мы говорим например горизонт до следующего нашего с тобой брифинга в следующую среду то здесь как раз я думаю что коррекционное движение вниз да мы увидим и затем вот в район 10170 там плюс-минус примерно туда как раз и ожидают дальнейший выход то есть честно я сомневаюсь что с текущих опять вот так вот верну вернут полностью вниз там в районе 99 80 вероятность как бы такая есть да но я на него поставил процентов 20-25 чисто по моему мнению поэтому я думаю что общую коррекцию здесь она прямо уже вот напрашивается если смотреть всю эту налоги по евро то здесь кстати говоря очень красивая синергия дело в том что по евро на сверху сформирована классная зона продавцов 1115 1145 и с этой области снова таки отскок на движение вниз у нас эта неделя также еще экспирационная по месячным валютным опционам у нас будет экспирация здесь в принципе сейчас мы находимся так более-менее в зоне баланса то есть там где комфортно будет экспирировать крупняку но при этом нужно еще обратить внимание вот на то как вчера произошло такое сильное импульсное движение вниз по пути сформировал зону продавцов также вверху еще и накопления то есть контрактный депок у нас остается как раз четко внутри зоны 1 2 маржи если чертить она также попадает внутрь этой же зоны вот и следовательно у нас по кумулятиве кумулятиве у нас сейчас просто дичайше положительно после импульса дан сучи импульса вниз если у нас появляется очень сильно положительно кумулятивная дельта вверх то как правило формируют откат и потом домой то есть здесь пока в плане добой сложно сказать куда потому что мы идеально протестировали маржинальную зону вот она четко есть красивая понятно и затем то есть может где-нибудь район там 110 приблизительно то есть куда-то вот туда и там будем уже в дальнейшем удача то есть возможно новые заливки будут новые какие-то подсказки нам дадут но в целом то есть вот в таком видео у меня выглядит может даже пойдут просто на тестирование нижней границы то есть протестировали например верхнее сопротивление в районе 1 12 12 с копейками и могут также протестировать и нижние то есть в районе 110 в принципе ничего не мешает и поэтому такая вот синергия как раз получается между индексом доллара и евро в принципе в индексе доллара 56 процентов это доля евро поэтому естественно у них всегда будет в этом плане обратная корреляция что касается золото здесь я с тобой согласен то есть я ожидаю продолжение по нему ростом и тексты на 2700 то есть да как дополнительным триггером может я что будет не оскалаться то есть она будет продолжаться это уже понятно то есть вчера когда запустили ракеты по израилю и соответственно то есть израильтяне четко знаем они в обиду себя явно не дадут поэтому ответка обязательно будет я думаю она будет гораздо более умнее чем у их у вас восточных товарищей поэтому что-то они гораздо более грамотное более изощренное предпримутся ответственно рынок на это тоже с реагирует в дальнейшем пока что более-менее охлаждение если посмотреть вот например по футпринту у нас вообще нету объемов никаких нападений вчера там небольшие были перекосы по аскам но они не существенны на самом деле поэтому при таком рассаде я думаю что это как внутренняя коррекция была и так как первоначального цена 2630 маржинальной зоны отскочила то в перспективе 2700 хотелось бы 3 тысяч да но я не читаю аналитиков потому что как все по 50 раз меняется поэтому здесь прочитаю смотреть на конкретные цифры заливок по опционам которые делаются то 3000 они скорее даже не на конец года они скорее вот где-то на середину следующего года приблизительно вот так вот накладываются поэтому в этом году где-то вот две семьсот две семьсот пятьдесят то есть мы очень даже вероятно что действительно увидим вот поэтому здесь я согласен в плане как минимум локально продолжение локального роста есть при условии если не распилить все это всю эту структуру флэтом и что касается нефти да по нефти значит у нас здесь долго открутили вертели я изначально был у меня приоритет и был в продажах но и к сожалению по безубытку выбило дело в том что здесь была красивая зона для продаж она идеально вниз сработала подошли контрольной марже от нее слова таки идеально отскочили вверх к верхней зоне если посмотреть вот такой вот канальчик вниз то очень красиво видим как он прорисован и цена в принципе уже торгуется вблизи но здесь есть небольшие нюанс то есть можно его например и вот так сама небольшой погрешностью нарисовать это мы увидим что цена его фактически уже тестировал то есть вот в таком виде то тест его уже был и на кончике вот залили очень неплохой такой ask то есть перекос был пласку это лимитный продавец был почему лимитный продавец потому что первичную реакцию вниз у нас далее поэтому если если смогут сформировать коррекционное движение вниз то я бы рекомендовал в районе шестьдесят восемь пятьдесят шестьдесят девять тридцать отсюда снова таки откупать на перехай ну здесь у меня как по мне виднеется семьдесят пять с половиной то есть если смотреть по опционам это очень хороший диапазон на самом деле который может в ближайшее время себя проявить то есть выход вот с этого нисходящего канала локального нисходящего канала который у нас начал формироваться еще в середине лета уже будут подсказывать нам о том что да действительно здесь будет общее изменение даже средне долгосрочная тенденция то есть чисто технически прорыв данного канала даст нам движение как минимум до конца года в плане роста с учетом обострения конфликта на ближнем востоке либо если он перерастет в полноценные полноценную войну то конечно тогда однозначно у нас и золото и нефть они первыми себя проявят то есть покажут достаточно сильные импульсные движения вот пока что конечно хотелось увидеть по нефти коррекцию и вот с этого примерно диапазон который озвучившись от восемьдесят шестьдесят девять тридцать вот с него как раз буду оценивать дальнейшее продолжение роста денис спасибо тебе за рекомендации за комментарии тогда давай дождемся какой-то более-менее развязки по фундаментальному фону сша статистики выхода данных фонаром перлс пересмотр ожидания снижение ставки и как раз на следующей неделе уже с тобой все детально обсудим надеюсь что будут какие-нибудь позитивные новости позитивные новости по ближнему востоку ну сколько уж можно так тебе тогда хорошего закрытия недели как и всем нашим подписчикам и до скорых встреч денис спасибо до закрытия недели нам еще конечно добрых пол недели остается поэтому я бы пожелал все таки успешного продолжения торговой недели и особенно в пятницу потому что как ни крути основные дни торговых будет 4 пятницу потому что именно тогда самая статистика по штатам выходит поэтому успешного нам всем продолжение торговой недели поглась спасибо пока пока